Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге «Исход», и сегодня мы будем читать шестую главу этой книги. Начало главы является продолжением обращения Господа к Моисею. Его смысл можно понять только в контексте 3, 4, 5 главы. Мы видели, что Моисей и народ переживают как бы разочарование в том, что мгновенно спасение к ним не пришло. Мы устроены так, что если нам что-то обещают, мы хотим, чтобы это произошло именно мгновенно. Сначала могло казаться, что фараон, если только он посмеет отказаться, отпустить еврейский народ, он будет сразу уничтожен небесами, но этого не произошло. Напротив, тиран начинает осуществлять действия тирана по отношению к еврейскому народу, то есть ужесточает гнет, который и без того был страшен. И это все повергает народ в отчаяние, и Моисей не знает, что ему делать в такой ситуации, это некая безысходность, это некий тупик. И мы читаем. Вот смотрите, друзья, ранний еврейский народ назывался в единственном числе, в единственном числе, он, то есть народ, он, он, он. А здесь их, их, их. Почему? Когда они были единодушны в стремлении к освобождению, они называются в единственном числе. Когда ропот проник в их среду, здесь появляется дух разобщения между ними, и о них говорится уже не в единственном числе, а во множественном. «И сказал Господь Моисею, «Теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном по действию руки крепкой, он отпустит их, по действию руки крепкой даже выгонит их из земли своей». «И говорил Бог Моисею и сказал, «Я Господь». Немножко непонятно вот эта конструкция «говорил и сказал». Имеется в виду, что говорил Моисею для того, чтобы Моисей сказал эти слова всему народу. «И говорил Бог Моисею и сказал ему, «Я Господь». Что это значит? То есть я владыка этого мира, я хозяин этого мира. Ведь Бог по праву Творца является единственным собственником во Вселенной. И здесь Господь провозглашает свое могущество. Он как бы укоряет Моисея, еврейский народ. А почему вы в чем-то сомневаетесь? Я хозяин в этом мире, нету другого. «Я Господь являлся я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог Всемогущий». Бог Всемогущий по-еврейски «Эль Шадай». Это 17 глава, 1 стих книги «Бытия». Здесь речь не идет о том, чтобы заменить одно имя Божие другим. Новое раскрытие приведет к тому, что будет осмыслено и именно осознанно новое имя Творца. Ведь имя Господь, вот это четырехбуквенное имя, которое указывает на божественное милосердие, это не в том смысле, что милосердие вытесняет всемогущество, ибо «Эль Шадай» – Господь Вседержитель или по-гречески «пантократор» – это тот, кто обеспечивает свое управление во всем мире, обеспечивая всему равновесие. Но Он все это делает с милосердием. Поэтому каждое из имен Бога раскрывает значение другого имени. «А с именем Моим Господь не открылся им», то есть Аврааму, Исааку и Якову, то есть с именем Яхве. Они знали это имя, но оно не было раскрыто в их дни, потому что они пребывали под игом язычников, а здесь, в этой книге «Исход» концепция освобождения, то есть раскрытие божественного милосердия по отношению к избранникам. «И я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю ханаанскую, землю странствования их, в которой они странствовали». То есть не совсем так, не им дать, а их потомкам. Но они это знали. Они не обрели эту землю как свою. Они странствовали, перемещались с места на место. Но теперь ситуация изменится. «И я услышал стинание сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой». Итак, скажи сынам Израилевым «Я Господь», то есть «Я хозяин этого мира», «И выведу вас из-под иго египтян и избавлю вас от рабства их и спасу вас мышцою простертую судами великими, и приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь, Бог ваш, изведший вас из земли египетской, и из-под иго египетского». То есть Господь как бы говорит, вы только знаете мое имя это. И Авраам знал это имя, Исаак и Яков, но значение этого имени вы еще не осознали до конца. «И введу вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Аврааму, Исааку и Якову, и дам вам ее в наследие. Я Господь». Дословно, именем моим Адонай не открылся им, то есть как господин всего этого мира, не открылся. Моисей пересказал это сынам Израилева, но они не послушали Моисея по малодушию и тяжести работ. Мы видим, что вот два обстоятельства как бы сокрушили их веру, это их собственное малодушие и вот эти тяжелые работы. Дьявол, он хочет, чтобы каждый из нас месил бы какую-нибудь глину и не отвлекался ни на что. И иногда дьявол за любую такую работу даже может давать великие блага, материальные благи человеку, но все делается ради того, чтобы человек не думал о Боге. А Бог есть высшее благо, абсолютное благо. А дьявол поотцовывает нам все время какие-то суррогаты и подмены. И сказал Господь Моисею, говоря, «Войди и скажи фараону, царю Египетскому, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей». Конечно, это было потрясение для Моисея второй раз идти к фараону, который так гневно их прогнал. И сказал Моисей пред Господом, говоря, «Вот сыны Израилевы не слушают Меня, то есть Мои, единоверные, единокровные, как же послушает Меня фараон? А я не словесен, я и слов-то не найду». И говорил Господь Моисею и Арону и давал им повеление к сынам Израилевым и к фараону, царю Египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из земли Египетской. Далее есть тут некое отступление, некое отступление с 14 стиха по 27 стих. Здесь говорится о родословии евреев, в частности, колена Левина и кто является отцом Моисея. Мы помним, что в начале книги «Исход» его имя скрыто. С 14 стиха по 19 перечисление имен, а вот 20 стих интересен для нас. Амрам, Амрам, вот Амрам, это отец Моисея, взял Иоховеду, тетку свою, себе в жену, и она родила ему Аарона и Моисея, и Мариам, сестру их, а лет жизни Амрама было 137. Далее опять перечисление имен, 21 стих и 22, 23. Арон взял себе в жену Елисавету, дочь Аминадава, сестру Наасона, и она родила ему Надава и Авиуда, Елиазара и Ифамара. Вот их имена имеют значение, потом мы будем читать. И 26-27 стих Аарон и Моисей это те, которым сказал Господь, выведите сынов Израилевых из земли Египетской по ополчениям их. Они-то говорили фараону, царю Египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из Египта. Это Моисей и Аарон. Но мы уже знаем, что это Моисей и Аарон. Здесь интересен отрывок, что они должны выходить из земли Египетской по ополчениям их. Что это значит? Это не бегство из Египта. Бегство происходит хаотично, когда толпа бежит. Они будут выходить с достоинством, как свободные люди. Они будут выходить по коленам и по ополчениям своим, с поднятыми головами. Это не бегство. Это исход. Это победа над Египтом. Египет потеряет для себя этих людей. Господь приведет их к Синайскому завету, который они примут в пустыне и который в некотором смысле имеет вечное и неприходящее значение. И окончание этой главы читаем 28 по 30 стих. Итак, в то время, когда Господь говорил Моисею в земле египетской, Господь сказал Моисею говоря. Ну, сказал говоря, я уже объяснял. Сказал Моисею говоря для всего народа. «Я Господь, скажи фараону царю египетскому все, что я говорю тебе». Моисей же сказал пред Господом «Вот я не словесен, как же послушает меня фараон». То есть некие сомнения не относительно Бога, относительно самого себя. Он говорит «Я не словесен». Они еще не покидают его сердце о том, что произойдет потом, мы поговорим в следующий раз. Если будем живы, Господь позволит. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах на новые главы книг Священного Писания. С Богом!